Добрый день, дорогие ребята! Добрый день, дорогие ребята! Так получилось, что моя мама и папа, они военные, мама военврач, а папа был тоже военный, он капитан медицинской службы. Их призвали вместе, но потом оказалось, что должна появиться я, и маму отправили в эвакуацию к родителям папы. И я иногда, когда мне с мамой что-нибудь такое, я говорила, а я тебя спасла во время войны. Она говорила, как ты меня спасла? А неизвестно, что получилось, если бы ты осталась воевать. А так, ты жива и здорова. Ну, это такие, знаете, детские отношения к войне. А, конечно, война, это очень тяжело. Это очень страшно. Я ребенок войны, но я тот ребенок войны, который шел по свидам войны. Я не была ни под бомбежками, ни в оккупированном городе. Вот как у нас в Армагире были дети, которые были в оккупации, которым тоже было страшно. И дети были разные. Одни дети, они еще подростки были, объединялись, маленькая подпольная, а другие просто старались выжить. И я вот почему написала вот эту книжку «Дети войны». В основном она о детях войны, которые проживали в Армагире. Ко мне однажды пришла женщина и представилась. Она тоже дочь нашего гражданина, а еще тем более ее папа был в партизанском отряде. Гай Мартиросович Мелкумьян. Я, конечно, ее выслушала, ее рассказ записала. Их папа был в партизанском отряде, а они были в городе. Она была в городе со своей мамой, со своими сестренками. А было им в то время 10, 4 года, 2 года, а самой Кларе было 5 лет. И, конечно, она говорит, даже соседи говорили, а вы не боитесь, что вас выдадут, потому что папа все знает в партизанском отряде. Но вот как-то не боялись. Самое страшное, что маленькая Соня была кучерявая, черненькая и немножечко похожа на еврейку. А вы знаете, что юда, немцы сразу расстреливали. И поэтому эту девочку старались все время спрятать. Фашисты, естественно, в городе дебошилили, а потом, уходя, подожгли их дом. И им уже негде было жить. А тем более их отец погибнет 30 декабря 42 года. Но вот, несмотря на это, закончилась война. Память была восстановлена. Был памятник открытых отцов. И она говорит, меня поразил мой сын. Когда он женился, все обычно едут куда-то, бросают цветы, дают клятвы. А ее сын сказал, мама, мы поедем на могилу нашего отца. И там мы с женой дадим клятву. И она сказала, я тогда поняла, какого хорошего сына я вырастила. Однажды мама приходит и говорит, мы едем на встречу с папой. Это было так радостно, потому что я свою папу не знала. Потому что папа мой на какой-то войне, я тоже не понимала, что это за война. И вот, когда победит, вернется, и тогда я его увижу. И мама еще сказала, что папа прилетит. И поэтому, когда пролетал какой-то самолет, я поднимала ручки и говорила, лосолет, лосолет, папу привези. А какой папа, я только видела на фотографиях. И вот мы едем к папе. Когда мы приехали, а папа мой был начальник медсамбата дивизии Героя Советского Союза, генерала Карабетяна. И как раз они только освободили Крым. И папина часть осталась в Крыму. Ну и надо так понимать, сейчас-то мы уже взрослые. Папа вызвал маму, и мама подхватила меня, и мы приехали в освобожденный Крым. Я маленькая была. Конечно, встреча была радостная, стреляли. Приехала жена с ребенком. И мне сразу дали маленькое задание. Я должна была, маленькая в такой большой палатке, в которой лежали раненые дяди, носить им воду. Мне это, конечно, очень нравилось. И когда кто-то просил пить, я брала кружечку и бежала рядом, где мы жили. Но я была же маленькая. Поэтому если я быстро бежала, я очень много расплескала. Если я шла медленно, мне она заварит черепахой. А кто такая черепаха, я даже не знала. Но мне было очень обидно, что меня так обзывают. И я пожаловалась маме. Не буду я эту работу выполнять. Они меня дразнят. Мама спросила, а откуда ты несешь воду? Я рассказала. Оказывается, это было так просто. Здесь же, в этой большой палате, стоял бочок с водой. Надо было только набрать и принести. И мама мне это показала. И после этого я сидела на скамеечке и смотрела, кто будет просить воду. И если они не просили воду, мне было очень обидно. Я же сейчас могу принести полную кружечку воды. И я говорила, вот пили, пили, а теперь пить не хотят. Вот первое зверство фашистов я увидела вот этим маленьким ребенком. Вы понимаете, это еще война продолжалась. А уже все равно искали захоронения. И так получалось, что мы же маленькие дети. Мы всегда бежали впереди. И вот сказали, что наши герои там, где захоронены жертвы фашизма. Не дай Бог. Кому-то это увидеть. Маленькие они бегут впереди, впереди взрослые. Хотя там уже были взрослые люди, все. Но кто может задержать? Все были заняты своим делом, своей работой. И я видела этих убитых деток и опухших от голода. Мама рассказывала, что я потом целую неделю во сне кричала и плакала. Но это настоящая встреча. А в 49-м году выйдет фильм «У них есть Родина». И нас классом повели смотреть этот фильм. Фильм очень тяжелый. В нем играла, когда Наташа Защипина, такая красивая, молодая девочка. Она играла во многих фильмах детских. Вот кто, как говорится, того периода. Те помнят эти фильмы все, где красивая Наташа Защипина играет. И вот мы пошли этот фильм смотреть «Семь классов». Начинаются кадры так, что собаки гавкают, идут женщины с детьми. У них забирают детей. Женщин заталкивают в вагоны, а детей в сторону. И там охраняют их овчатки. И мое детское сердечко это не выдерживает. Я скакиваю с места, бегу к экрану, калачу по экрану и кричу «Отдайте детей материалу! Отдайте детей материалу!» И восстанавливается сеанс. Учительница меня берет. Как и сейчас, я понимаю, мне дали валерьяночки. И уже дальше этот фильм я досматривала со своей любимой учительницей. Да, вот то, что натворили фашисты, это страшно. И получилось так, что потихонечку, в послевоенное время, радостное, Радостное, трава забвения над этой памятью стала всходить. И люди забыли. Не хотели, вспоминают, не хотели нас детей тревожить. Но, тем не менее, вот то время, я очень хорошо помню, почему. Потому что мы-то даже маленькие дети. Мы не в детском саду, еще в школе я не была. Но обедали по развалинам и искали, что? Каждый искал пункт на память, какой-нибудь снарядик. И мы так радовались, когда что-то находили. И однажды мы нашли, я называю, гранату. Я ее нашла первая. Но почему-то Игорь, который был намного старше меня, он у меня ее забрал. Мне было очень обидно, что моя граната уходит. Я побежала к родителям, стала жаловаться. Игорь у меня забрал гранату. Папа сразу спросил, где Игорь? Я говорю, а вот из того угла. Бегом, покажи. Я довольная, бежала впереди. Я понимала, папа сейчас остановит справедливость. Заберет гранату. И когда мы уже пошли во двор, где жили Игорь, я оказалась немножечко впереди родителей, потому что я же знала, где он живет. И не дай Богу. Мы опоздали. В этот момент раздался взрыв. То, что увидела я? Никому никогда не пожелаю видеть. Но с тех пор я никогда не собирала ни пульки, ни гранаты, ничего. Я понимала, какое это зло. Что может произойти. Но все равно я понимаю, что война – это страшно-страшно тяжело. Я не представляла, маленький ребенок, он не представляет, что это за фашисты, когда вот говорили, ну фашисты, ну какие-то звери. А открытки с фронта приходили, конечно, очень интересные, потому что там были какие-то чудовища, змеи, которых штыком прокалывали. И в моем представлении вот детском того трехлетнего ребенка так и было, что фашисты – это не люди, это не человеки. И вот с фашистами мне все-таки пришлось встретиться. Мама пришла с работы и сказала, у нас за забором фашисты будут восстанавливать какое-то, ну строительство будет. И мне было очень любопытно посмотреть на этих фашистов. И когда дома не было родителей, а практически о них, они уходили на работу, хозяйка, у которой мы жили на квартире, тоже дома не была. Я была девочка такая смышлепанная, взяла клещи у родителей, пошла и потихонечку вытащила гвоздики. Вот когда я вытащила гвоздики, раздвинула дощечки, заглянула туда, а там чудовищ нет. Там какие-то бедные, грязные дядьки, худые. И один дядька мне говорит, «Токтор, доктор, хлеба!» Что такое доктор, я не понимала. А вот хлеб я поняла. И я поняла, что они голодные. Я побежала домой, быстренько отломила хлеба, принесла и отдала. И такая довольная была, когда дядьки этот хлеб кушали. Они съели его так быстро, всем не хватило. Тогда я пошла домой и забрала последний хлеб и отдала его. Довольная, покормила, закрыла и все обратно поставила. И когда вечером с работы пришли родители, я им сказала, «А вот отманывать детей нельзя, никаких там фашистов нету, там просто голодные дядьки работают, землю копают». Ну, мама меня спросила, что это, поняла, в чем дело. А самое страшное это было, когда сели обедать, и мама сказала, «Принеси хлеб». А хлеба не было. И я понимала, что мне сейчас будет звучка. Мама спросила, «А где хлеб?» И я сказала, что я голодный дядяка фашистов покорнила. Мама была, наверное, очень немудрая женщина. Она сказала, «Ну, покормила, покормила, что делать?» Но только запомни, всегда надо делиться. Нельзя все из дома выносить. Вот это первая была у меня встреча с фашистами. Вот мы-то жили с мамой в эвакуации, а мои бабушки, прабабушка, тетя, они жили в Армавире в эвакуации. Вернее, во время войны. И так получилось, что вот вроде бы надо было расспросить, узнать. Но не спрашивали мы тогда. Я только кое-что спрашивала. А вот как было? И бабушка рассказывала. Ну и однажды мне бабушка рассказывала, что у них в доме стоял немецкий офицер. А бабушка ему готовила обед. Говорит, «Бабушка, меня только приняли в пионеры». И я говорю, «Бабушка, ты понимаешь, почему ты готовила ему обед? Я же пионерка, а ты взяла и обед готовила. Мне теперь надо будет рассказать». А мне, мол, стыдно, она говорит, «Я почему ты его не отравила?» А она говорит, «Садись и слушай». Да? Я готовила обед этому офицеру. А когда я приготовила, он ставил две тарелки. Я наливала. А он говорил, «Мутер, мутер». То есть, зови свою маму. Я звала маму. Он ей говорил, «Кушай, эссад». Мама кушала. Что? Хотела бы, чтобы я отравила свою маму. Ну, а мы всех расстреляли, и все. Но вот этот офицер, знаете, наверное, немцы все были разные. Вот бабушка рассказывает дальше. Да, их мы гнули с дома, они жили в земляночке, там, в море, во времяночке, и все. Но жили. А однажды бабушка молилась. Она молилась за то, чтобы скорее разбили супостата, чтобы и наши войска пришли. То есть, и вот в этот момент, когда она молилась, вошел кицер. Он стоял и слушал. Бабушка говорит, «Мы уже поняли». Сейчас бабушка домолится, потому что они тоже, как говорят, сочтили эти молитвы. И нас всех расстреляют. Но когда бабушка дочитала молитву, он очень зло и громко сказал, «Если каждая матка вот так будет молиться в России, то вы еще и победите». Хлопнул дверью и ушел. Вот тоже мог бы расстрелять, не расстрелял. Поэтому, наверное, на войне тоже были разные люди. Одни выполняли долг, другие думали, но мы могли поступить по-другому. Но в любых случаях война – это страшно. Война – это тяжело. Сейчас наступают те дни, когда мама остается ветераном войны. В нашем городе их осталось всего 42 человека. Но детей войны, наверное, осталось больше. Просто не у каждого есть, будем говорить, талант, описать это все, записать это все. Но ведь есть около них внуки, дети. И я желаю нашему молодому поколению, пока еще не поздно, спрашивать у тех же детей войны. Потому что у каждого есть маленькое воспоминание об этих страшных, тяжелых днях. Тем более дети Армавира, они были в оккупации. Это же ваши бабушки, прабабушки. Запишите хоть несколько слов на память. Потому что мы сейчас живем. Солнце светит, радость, что хотим покупать, кушаем, радуемся. Но всему этому мы обязаны нашим прабабушкам, прадедушкам. В эту книгу, когда я уже в газете у нас было все опубликовано, я решила все-таки все собрать в одну единственную книгу. Я обратилась к Светлане Сергеенко. Она руководитель славянского общества. Она сказала, хорошую Евгению Петровну сделаем. И вот благодаря ей выпущена эта книжка «Дети войны». Я смотрю на военные фотографии, и, конечно, наворачиваются у меня слезы. Слезы раскаяния и вины. Потому что мой папа, он дважды освобождал Крым. В гражданскую войну и в отечественную. У него есть медаль. Но как-то мало мы об этом спрашивали. А если я спрашивала родителей, папу, он нам обычно всегда отшучивался. И мы дети, даже когда мы приехали, он ведь, Севаш, приехал дважды. И вы понимаете, в отечественную войну это было страшно, потому что это была зима, и надо было через Севаш. А Севаш – это, ну, так скажем, полуозеро. И вот это надо было по колено, иногда и выше, в воде переходить, потому что, ну, такая операция военная была, такой путь был. А он нам всегда отшучился. И даже когда он привез туда, на это место, на Севаш мы приехали, гуляли, смотрели, собирали маки. Я его спросила, папа, а как ты здесь шел? А он говорит, да, очень просто, так, шагал. А я говорю, а вода? Он говорит, ну, на эти, в сапоге, говорит, набежала вода. Я, говорит, снял, положил, говорит, и сушил. А когда, говорит, проснулся, сапог не было. А я говорю, ах, кто же взял? А он говорит, да, мураши унесли. Я говорю, как мураши унесли? А он говорит, да, не все собрались, говорит, и унесли. Конечно, мы дети хохотали. Это потом, когда я подрасту и снова попаду на наш Севаш, я пойму, как это было страшно и тяжело. А тогда ребенку мне было смешно. Вот смешно было. И сапоги у него утащили. И не спрашивали бы. И вот, наверное, вот это и есть слезы раскаяния. Надо было больше спрашивать, больше записывать. Но я хочу еще сказать и об одном самом важном событии в моей жизни. Это о дне победы. Я уже говорила, что когда мы с мамой приехали к папе на фронт, они немножко постреляли, посидели. И вдруг, там, где мы живем, все радуются, обнимаются, кричат, стреляют. Меня подбрасывали так, что аж дух захватывало. А отчего нет? И я поняла, наверное, в моем день рождения наступило. Наверное, вот эта радость пришла. Это мое день рождения. Почему? Потому что мне какие-то люди давали конфетки. Даже один человек дал мне шоколадку. Понимаете? Радость была. Вы просто не представляете. Все стреляли, обнимались, целовали. И кричали «Победа!». Наверное, маленьким ребенком я не поняла, что это за победа. Я пойму, через много лет. Взрослая стану, школьницей стану. Я пойму, что это за победа. Тогда я не понимала. Но мне было радостно, потому что всем было радостно. И я поняла, что это мое большое день рождения, который все вместе отмечали. И когда подходит теперь и раньше, 9 мая, я всегда брала папину фляжку и шла отмечать этот день. Я наливала туда водочку и обходила всех бабушек, знакомых друзей, бабушек своих друзей. Мы собирались и обязательно отмечали этот день. Потому что это самый святой день в жизни, наверное, каждого человека. День Победы. Дай Бог, чтобы у нас всегда было днём голубое, солнце светило. И ни у кого не было грустных воспоминаний. Пусть будет только счастливые воспоминания в жизни. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...